приветствую друзья на моем канале и тема данного видео клоужа в php или замыкание замыкание в php доступно с версии 5.3 это полезно вам если вы планируете сдавать собеседование чтобы сказать что было нового в php сейчас это уже не такой актуальный вопрос раньше это было популярно дальше что будет рассмотрено в этом уроке что такое собственно сам объект клоужа или замыкания как его можно использовать на практике какие хитрые подходы можно использовать для того чтобы обойти некоторые ограничения скажем временно и как создать расширяемый класс по принципу macro able интерфейса который реализован в laravel то есть laravel подошел к замыканиям как к основе их фреймворка таким образом через замыкание может быть организовано большое количество модификации в коровский функционал но с другой стороны замыкания дают свои ограничения так как в php они недостаточно продуманные приспособлены так что давайте приступим для начала замыкания это собственно новый то есть объект у которого приватный конструктор как видим у которого есть два публичных метода то есть два статических метода и два обычных метода как создать замыкание в php очень просто вы объявляете анонимную функцию или функция выражения вот у нас тут написано эта функция в тот момент когда она будет создана возвратит объект замыкания содержимое вашей функции отправляется в магический метод invoke что это значит когда вы попытаетесь вызвать этот объект клоуже отработает ваша функция вот и все то есть в принципе ничего необычного то есть создаете функцию говорите что она принимает такие параметры возвращаете какое-то значение всем хорошо но что тут такого особенного особенность наступает еще в тех местах когда вы захотите использовать метод call или bind to это хорошее место для того чтобы построить класс по кирпичикам то есть с разных мест собрать полноценный класс со своими публичными приватными и прочими методами и так давайте приступим собственно к коду здесь я запустил php сервер вот это так выглядит php минус с большая домен и порт это просто файл php и давайте попробуем создать создадим замыкание собственно клоуже это обычная анонимная функция у которой в конце обязательно нужно ставить точку запятой потому что php обязует нас в каждой строчке ставить точку запятой кроме различного рода инструкции в данном случае функция не является инструкцией является выражением которое создает новый объект клоуже и здесь сделаем return hello вернем некоторую строку давайте сразу завязаем worddump чтобы было клоуже вызовем и пойдем в код в браузер посмотрим вот он вызывает на седьмой строке клоуже возвращенный тип данных string hello то есть мы создали функцию которая вернула некоторые значения давайте теперь о особенностях замыкания какие новые штуки он может вам преподнести этот инструмент создадим класс назовем его я не знаю там collection например под по типу как это названо в ларовыми создадим тут например же функшен конструктор который принимает array data сохраним его в приватную переменную data который массив 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 миксованный то есть там может храниться все что угодно вы сами отвечаете за хранение этих данных то есть получается вот такая вот система у нас есть некоторый класс создадим тут числа и определим new collection если мы запишем сюда worddump я не уверен что у нас выведется приватная переменная но как мы видим вот приватная переменная через worddump выводится выводится дата в нем все содержимое номера ключей размер и все такое давайте попробуем получить доступ к этому массиву чтобы получить доступ к этого массиву давайте сделаем функцию get data сделаем функцию return this data как нам получить значение мы берем get data и обращаемся к документации есть метод под названием call call позволяет вызвать этот объект замыкания на другом объекте аналогично как это было в джова скрипте то есть мы говорим вызови этот метод на объекте чисел идем смотреть и мы видим что этот массив стал нам доступен напоминаю что в PHP приватные переменные нельзя просто взять и получить написать имя объекта стрелка дата чтобы его получить вам нужен доступ через переменную зис ну через контекст по факту вот такой вот обходной путь как получить доступ к приватной переменной я вам хочу сразу сказать что такой подход не уместен если вы просто пытаетесь расширить третистороннюю библиотеку в которой специально созданы приватные методы приватные переменные чтобы спрятать от вас эту реализацию если вы так будете делать или вы будете техледить такой код то пресекайте это сразу нельзя вызывать коллбек ну или клоу же на классе чтобы получить доступ к приватным свойствам и переменным потому что они создаются специально для будущего рефа кто изменения доработки и такой подход сломает обратную совместимость после следующего обновления скорее всего у вас уже наступят проблемы и так давайте попытаемся доработать этот класс до того который реализован в Laravel создадим приватную переменную назовем macro с это будет массив массив кого массив массив объектов клоу же и это будет вот таким образом вот так это правильно вот то есть мы говорим что в данном массиве будет храниться замыкание и давайте мы создадим только это статический статическая переменная и создадим static add function add macro в которой мы передадим объект класса клоу же вот так вот self macro и кроме того что мы передадим объект класса macro мы передадим еще string name так у меня версия php старая так что я уберу этот name то есть тип данных string передадим сюда name и скажем что клоу же будет находиться вот здесь вот парамс name это будет строка и принимает объект клоу же собственно ничего не возвращает мы это писать не будем и теперь остается доработать еще немножечко самую капельку мы должны создать магическую функцию function call что такая функция call каждый раз когда у вас есть метод которого который не объявлен явно в классе collection будет вызываться метод call в него приходит имя метода который мы пытались вызвать и аргументы которые нужны для вызова этого метода соответственно нам надо вернуть результат вызова метода мы можем проверить if self is set this macro о не this а self self macros name то мы делаем return self macro call this и запятая передаем параметры аргумент вот что происходит таким образом мы говорим что если у нас есть макрос то есть был добавлен макрос то мы вызываем по его имени так вот вызываем по его имени с привязкой к этому объекту то есть любой добавленный макрос будет являться публичным методом данного объекта данного класса если так по простому иначе кинем throw new exception не знаю что это за exception у меня вот так напишем тут что-то типа метод does not exist собственно будем считать что вот это вот достаточная документация тут приходит у нас строка обязательно аргумент ты к нам приходит как массив return mix это потому что мы не знаем что у нас возвращается и того мы имеем объект collection и все хорошо все всем нравится все 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 работает замечательно теперь можем избавиться от нашего определения через метод call и сделать это по-другому мы хотим получить все данные отсюда get data сделать соответственно давайте сделаем это collection collection добавляем макрос пишем тут get data запятая и передаем нашу функцию вот таким образом и теперь что нам достаточно сделать берем numbers и вызываем get data тут наступает некоторая проблема связанная с отсутствием метода у объекта collection возможно мы можем объявить это каким-то другим способом напишите в комментариях если вы знаете как это сделать а я попробую например собачка метод get data который возвращает array как указать что он будет присвоен классу collection так что предлагаю вам в комментариях помочь мне ответить на мой вопрос потому что в Laravel меня это этот момент очень сильно бесил я не могу видеть всех возможных методов внутри Laravel путем такого расширения как вы понимаете то это может быть какой-нибудь boot то есть это ваш типичный код вот это вот например так обратите внимание что не важно когда вы добавите макрос важно чтобы он был добавлен до того как вы его вызовите то есть если ваш код сам добавляет необходимые вам макросы и пользуются ими то вы сами ответственны за тот момент когда вы его добавите и когда собственно этот код будет использован если вы пытаетесь переопределить чужой макрос и при этом вам нужно успеть чтобы ваш макрос не отработал то есть ваш макрос был единственным который отрабатывает то вам нужно найти точку расширения когда вы добавите свой макрос после существующего и собственно тогда все у вас будет хорошо то есть расширение такого образа весьма весьма стабильно давайте теперь еще поприкидываем пару вариантов например я хочу сделать сумму сумму значения вот таким образом вызывая сумму получаю что получаю число 10 как видите 1 2 3 плюс 4 дает число 10 как это ни странно давайте попробуем создать еще одну запись которая будет например push push пушить некоторое новое значение array push или просто вот так напишем и и тут будет новый элемент массива то есть новый элемент массива ну вот новый элемент массива и мы хотим теперь сделать push 5 скажем и теперь вызвать сумму что произойдет если мы так сделаем как видите возвращается null что собственно говорит о том что код работает стабильно и вот на пятерочку мы увеличили содержимое нашего массива вот если вы обратитесь к такой реализации у Laravel то вы увидите очень большую большой перечень большой перечень методов collection Laravel collection крутим вниз и вот это вот весь список это те макросы которые уже были созданы есть transform to json to array count dd div fitch flatten flip то есть есть варианты перекидывать ключи со значениями есть варианты проверить есть ли значения склеить совпадает дальше совпадает ли ключ пустой не пустой взять минимальное взять моду взять какие-то все пятые элементы все десятые элементы либо сделать из вложенного массива плоский массив и вот это вот подход с коллекцией очень и очень гибкий относительно что же делать если ваш фреймверк не поддерживает начальный bootstrap то есть расширяемость первоначального bootstrap так как это делает Laravel то с одной стороны можно попробовать передать это в di как array callback но в этом случае будет не очень хороший эффект потому что если вы делаете это через di то вам постоянно нужно запускать рефлексию чтобы выяснить можно ли этот объект создавать каждый следующий раз это бьет по производительности то есть создание объекта через нее в этом случае получается более производительный и возможность расширения через конструктор каждого отдельного объекта коллекции подразумевает то что будет вот этот каждый объект коллекции высчитывать это для себя самостоятельно использование статического метода позволяет сделать это один раз и пользоваться всем участникам процесса я бы вам порекомендовал заюзать композер джейсон в котором указывается какой файл нужно запустить в момент запуска приложения то есть и таким образом передать макросы второй вопрос конечно звучит следующим если вдруг вы завязали композер джейсон каким образом вам иметь возможность перебить get data потому что если вдруг get data реализованный кем-то вас не устраивает дописать то вы должны иметь возможность это переопределить в случае если вы работаете с Laravel там вы определяете последовательность загрузки сервис провайдеров соответственно вы решаете перебиваете вы это или нет но что делать в других случаях я могу предложить дополнительные модификации для этого задания берем копируем приор делаем массив приоритетов это у нас будет int то есть мы каждый макрос приоритизируем приор пусть будет так зададим ему изначальное значение 0 подсвечивается и скажем что это integer то есть в случае если нам пришел приоритет и этот приоритет ниже чем какой-либо то мы должны переписать функцию макроса делаем проверочку соответствующую спрашиваем есть ли у нас пустое значение пустое значение в этом случае будет даже если там лежит значение 0 что с одной стороны может быть и неплохо делаем self приор квадратные скобки name так да и теперь если значение пустое тогда мы идем сюда или если вот этот self приор меньше чем приор который мы передали в этом случае мы будем наполнять массив макрос и также не забудем наполнить массив приоритетов новым значением приор вот что получается что каждый раз когда к нам приходит приоритет выше чем предыдущий то мы перезаписываем этот клоужа под этим именем и теперь давайте еще раз вернемся к нашим нашему коду предположим что вот эти все значения мы не задаем приоритет эти все значения у нас имеет приоритет 0 что по умолчанию является дефолтом потому что 0 является пустым значением то есть empty даст нам true что автоматически запустит этот кусок кода независимо от того приоритет у вас отрицательный положительный или еще какой-либо другой то есть 0 в данном случае выступит в качестве дефолта при условии что вы его наполняете а после этого ваш код даже с отрицательным приоритетом перезатрет его ну в случае конечно если условия сработают давайте смотреть добавим сюда приоритет 100 и убедимся что наш setdata ничего не сделает вернем сюда 155 идем в браузер и как видим у нас вызывается getData и который возвращает массив с числом 555 с чем это связано связано это с тем что наш макрос имеет приоритет 100 макрос этот имеет приоритет 0 и он не может перебить 100 ставим ему 150 и все мы получаем обратно наше значение и того если каждый из этих макросов будет добавлен независимо друг от друга то вы сможете это отлавливать так что то есть сможете переопределять их накладывать свои колбеки вместо существующих вот вам небольшой пример как можно создать эффективный класс который содержит в себе большое количество методов которые собственно не нагружает его в момент создания то есть эти методы уже существуют в нем таким вот образом и пользоваться им в любом месте самая главная проблема здесь остается подсветка так что давайте ребята помогите мне составить этот правильную php доку вот можно вот тут вот написать get data если не ошибаюсь то вот get data уже у нас подсвечен говорится о том что get data у нас вернет значение mix array sum вернет ну можно написать число push принимает некоторые аргументы вот так вот таким образом не знаю правильно ли я написал или нет вот у нас получается string если мы напишем так что он нам не подсветит ну вот вот таким образом мы можем сказать что происходит у нас в этих методах как видите sum у нас в этом случае не отработал теперь у нас есть подсветка но это не то что не то что нам надо потому что все эти дополнительные методы будут добавляться в других файлах то есть нам нужно агрегировать документацию с разных файлов для одного класса надеюсь я найду помощь в комментариях так что хорошего дня пишите расширяемый код и будьте счастливы пока